Программа по благоустройству города Видное, рассчитанная на несколько лет, включает в себя не только расширение придомовых территорий, обустройство парковочных мест, озеленение газонов, замену асфальтового покрытия, но и установку детских и спортивных площадок. Только в этом году их в Видновских дворах появилось более двух десятков. Таких масштабных работ по установке малых игровых форм еще не было. Подробности у Татьяны Акимовой. Программа городской администрации по строительству детских площадок была задумана еще в прошлом году. Этим летом активно приступили к ее реализации. Прежде всего места для прогулок детворы появились там, где проводилось комплексное благоустройство. На проспекте у домов 3, 5, 7 вырос целый городок. Сразу три детских площадки украсили двор и на школьной улице. Новые игровые формы теперь есть во дворе дома 4А по Гаевской улице. Стандартных площадок мы сделали в этом году, знаете, размером 10 на 15. Они все однотипные. Таких площадок по первому контракту мы сделали 11 штук. Это там, где наиболее востребованы они были. Затем мы подошли к Расторгуевской части. В частности, на Ольгинской сделали две площадочки. На Спасском проезде. Кроме того, есть и нестандартные большие площадки площадью около 500 квадратных метров. Сейчас рабочие трудятся над установкой малых форм на школьные, где идет обновление зоны отдыха. По завершении монтажа они приступят к работе в парке Сосинки на Жуковском проезде. За асфальтированная территория под игровые элементы уже готова. А вот первую площадку в парке уже облюбовали ребятишки. Видно, что она пришлась по душе и детям, и родителям. Это отлично просто. Прям хорошо. Куда есть прийти, погулять с детьми, чтобы дети погуляли. На средства местного бюджета было выделено более 20 миллионов рублей. Также были отремонтированы два спортивных поля. На трех существующих детских площадках уложили безопасное резиновое покрытие. Я думаю, что так лучше. На самом деле, здесь и там на большой площадке сделали. Там был гравий мелкий. Ну, даже когда падают, все равно помягче. Но не только деньги из местной казны идут на реализацию программы. Так, за счет средств из областного бюджета появилась площадка в уютном уголке на нижнем ПЛК. Скоро ее двойник будет и у дома 26. Эта площадка очень интересная за то, что тут больше всяких игрушек. Много всяких интересных, где можно покрутиться, покачаться, полазить. Стало очень интересно. Если попадешь, там покрытие не больно будет. Мы играем тут всегда с друзьями. Интересно. Таким образом, новых обустроенных мест для игр в городе в этом году появилось 25. Работа в этом направлении будет продолжена и в наступающем 2014 году. Мы предложим на рассмотрение Совета депутатов программу на следующий год. Это также планируем не менее 20 площадок сделать. Адреса есть. Они также по обращениям граждан и наших депутатов. Но как бы ни старались городские власти, как бы ни трудились подрядные организации, вся эта красота может и не дожить до весны, если не изменится отношение отдельных лиц к общей собственности. Слишком уж процветает вандализм. То там поломаны, то там песочи поломаны, пружинки поломаны. Как можно кататься, так как издеваться над этим всем, не знаю. Старайся, старайся для людей как лучше, а все равно никакого вожения. Но это же дети маленькие не могут такое натворить. Уже подростки, взрослые. Зайдешь на площадку, бутылки полные урны, там скамейки обрисованы все. Ну, ужас. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.